Приветствую вас дорогие подписчики и зрители моего канала меня зовут Валда и мы продолжаем прохождение The Evil Within 2. Ну что же, понеслась, возвращаемся во вторую мастерскую Юниона, где бродит в округе очень опасная и очень мощная женщина. Мы продаем немножко накоцали, поэтому она уже не такая, наверное, мощная, но тем не менее все еще очень и очень опасная. Ну, в общем, как-то так. Пойдем разберемся с ней до конца, в общем, наваляем ей по щам и покажем, кто в этом доме хозяин. Бежать, конечно, нам предстоит довольно много и я вообще, честно говоря, не очень... А, да, все правильно, смотри-ка, мы бежим сюда, где-то там у нас точка резонанса внутри есть. В этом грузовике прям прям все очень весело и задорно. А, ну да, патроны. До свидания. Блин, даже мозгов не дал. Вот ублюдок. Так, где же эта барышня? Куда она ушла? Надо вернуться за травой. Отлично. Две травы, еще одна и можно будет сделать шприц. Пусть даже и кустарным способом. Прикинь тут их и мне сейчас открыть. Тихо. По-моему, она внутри. Вон она, да. Нет? Нет? Вон она ходит, родная. Привет! Ах ты, сука. Жесть, конечно, мощная. Штуку 200 гири дала. Ну, собственно, и все. У нас остался только арбалет. И это, конечно, очень печально. Ну, ладно, делать нечего. Пойдем. О, шприцы-то хорошо. Что у нас там по здоровью, кстати? Да, можно ее сразу использовать, наверное. И на этом все? Все это было ради этого? Жесть. Ну, конечно, какой-то подвал там вроде, как говорили. Какие-то припасы. А, вот, наверное. Да, вот оно что. Ну, погнали, попробуем. Надеюсь, меня не раздавят сейчас. Ну, Себастьян, удачи. Так, очевидная металлическая труба. Я не понимаю. Мы не направляем. Эд, где ты? Я ищу тебя по всему городу. Черт, Джон. Что ты здесь делаешь? Ты не должен был это видеть. Я не понимаю. Что ты? Не направляй эту штуку на меня. Мы же лучшие друзья. Я знаю. Поэтому мне еще тяжелее, но я должен. Перестань шутить, братан. Прости, Джон. У меня нет выбора. Мебеус никогда не прощает ошибок. Жесть. Какой еще Мебеус-то? Обрывки воспоминаний 524. Интересно. Очень интересно. Не совсем, правда, понятно, что к чему, но любопытно. Крыски. Крыски. Крыски-Лариски и сундучки. Так. Ну, я по-любому, наверное, туда. Вот этот-то сундук не открывается, что ли, никак? Походу, дело, да. Походу, дело, не открывается. Ладно. Погнали далее потихонечку. Так, эти чуваки за забором. Хорошо. Карта системы безопасности Юниона. Карта системы безопасности включает коды доступа к закрытым локациям Мебеус. Унион Секьюрити. Окей. А это что? Какой-то шифр? Любопытно, куда они все бежали, потому что они сновидя будут ко мне. Твою мать. Готово. Хорошо, первый пошел. Что у нас осталось? Три патрона, три болта получается. И еще один четвертый электрический. Ладно, давайте сходим-ка сюда, посмотрим, что патрона будут. Очень бы хотелось в это верить. Тут только гвозди для создания шрапнели. Отчет номер 00592. Запрос на дочистку. Сотрудник Мебеуса 073. Маркировка в Юнионе Тед Сайсон. Касательно отчета об инциденте. Примерно в 14.00 житель 0253. Маркировка в Юнионе Джонатан Стивенс. Вошел в закрытую зону Мебеуса и стал нежелательным свидетелем. Захват и перепрограммирование, к сожалению, осуществить было невозможно. Пришлось применить меры безопасности ЗТ-5. Требуется очистка в автомастерской Юниона. Ну, то есть, короче, понятно, что, допустим, менеджитель вошел. А он сюда заходить был не должен. В итоге его замочили. Любопытно. Ух ты, какой-то подъем наверх существует. Тут еще любопытно. Ну-ка, и куда этому поднимемся? Компания Митчелл и Сыновья. Ну, судя по звуку, там все очень печально. А здесь у нас что такое? Нифига. Что это, мать его? Взрывной болт. При активации заряд арбалетного болта взрывается. Разбрасываю вокруг области попадания шрапнель. Дерейтесь подальше от места взрыва. Взрывные болты создаются из гвоздей и пороха. Шикарно. И можно делать растяжки с помощью них. Вот это просто шикарно. Вот он получается, электрический. Вот он взрывной. Хорошо. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Потом сходим туда еще, налево. Да сука, промахнулся. Охренительно. До свидания. Левый триггер быстрее! Топор. Топор быстрее, топор. Ну же. Да как так? Почему ты топор-то не взял? Ах, она. Все. Спасение было так близко и так далеко в тот же момент. Блин, вот эта жопа на самом деле полная. Потому что, не знаю, рукопашка мне как-то вообще не дается в этой игре пока что. То ли Себастьян пока очень слабый и непрокаченный. То ли я хрен его знает, что... Компания Митчелл и сыновья. Но начинаем мы здесь же. Вот она растяжка. Может, кстати, попробовать привлечь тогда их, наверное, к этой растяжке. Зачем нам самим на нее вставать не так? И пускай они сюда подбегают и взрываются. Вот эта барышня с топором сейчас топор сама могла бы принести. Эй, родная, я здесь. Как бы твое внимание привлечь, а? Бутылкой. Да-да-да, давай сюда. Так, подожди, нет, не то все это. Ну? Ну, не совсем то, что я хотел, но вроде нормально, ладно. О, черт возьми, она живая еще. Жесть. Вот это было очень неожиданно. Твою мать, фига она мне... Фу, хп снесла с своим топором. Да пипец. Ладно, хотя бы начинаем мы отсюда. Но как-то очень фейлово. Там стоит растяжка. Почему они на ней не взрываются? Почему им без разницы просто-напросто? Не очень понимаю. Так, электрический и обычный. Нахер пошла. Сволочь. Туда же. Вот так-то лучше. Десять тысяч геля тем временем у нас уже есть. Растяжки можно, походу, еще и обезреживать. Очень хорошо. Так, давайте перезарядим. Но это, кажется, не все. Тут кто-то явно еще остался. Несмотря на то, что я его не вижу, я его прекрасно слышу. За теми коробками наверняка. Так, давайте с утра не будем спешить, по которой подходить. Лучше подумаем. Можно пробовать, конечно, выманить. Может быть, получится. И присесть. Не, плевать. Не выходит. Вот это подстава нас с ними. Вот это вот очень тупо, что... Как бы ты знаешь, что там есть враг. Но он к тебе не выйдет, пока ты сам к нему не подойдешь. Очевидной взрывной болт. Ну да, так я и думал. Ну давай. Ах ты, сука. Ладно, топором. Да я же замахивался, какого хрена? Ладно, еще разочек. Так, ничего страшного. Жесть. Так, что вы таки по аптечкам? Аптечек ноль. Аптечка-то как раз одна есть, я имею в виду шпицов ноль. Ладно, вроде как это был последний. Но подстава-подстав случилось. Отлично. Отлично. Пару патронов для дробовика. Прям то, что доктор прописал, на самом-то деле. Давайте сразу отравним дробовик в руки. С ним как-то поувереннее себя буду чувствовать. Так, хорошо, что мы тут умеем? Тут есть у нас какой-то погрузчик. Видимо, можно как-то его... Угу. Угу. Вот оно как работает. Интересно. Так, там же мы все обыскали. Что-то еще вон пропустили. Детали оружия, походу, дела. Угу. Шикарно. Бутылку можно еще одну взять. Теперь же у нас не максимум. Мы парочку использовали. Но не знаю, так я не понял, какой от них толк, от этих бутылок. То есть я вот вроде как-то даю, должен был выманить. Но нифига при этом не выманиваю никого. Так, детали оружия. Порох. Лучше бы давали патроны сразу. Ну, хотя порох тоже неплохо, на самом деле. Порох считаете, же самые патроны. Фига их надо еще будет скрафтить просто-напросто. Ну, детали оружия для прокачки тоже, конечно. То, что нужно. Так, эту хреновину можно будет поделать, потом выйти отсюда. Но сначала давайте посмотрим, что у нас тут. В этом помещении. Еще едной запал. Пистолетные патроны. Порох и дымный порох. Шикарно. Ну что ж, теперь, по крайней мере, мы не безоружны. Отлично. Давайте, наверное, сблокируем дверь, откроем. Но пока туда не пойдем, потому что нас еще внизу ожидает что-то интересное. Просто посмотрим, выход вообще куда это у нас. Понятно куда. О, немного зеленого геля. Еще можно? О, отлично. Еще немножко. По три сотни давит, неплохо, а? Ты посмотри, а? А еще? Кончились. Ну, спасибо и на этом. Это было очень даже неплохо. Так, возвращаемся второй обратно, спускаемся вниз и посмотрим, что нас ждет там. Блин, ну твари в игре реально жесткие. То есть, блин, каждая стычка грозит смертью. Каждое промедление. Только стоит немножко замешкаться и все. И ты уже, можно сказать, не жилец. Жесть. Ладно, погнали. Теперь сюда сходим. Посмотрим, что у нас здесь. В B34. Чувствую, я там явно ничего хорошего на ждать не будет. Может быть, даже стоит с дробовиком идти, пожалуй. Так, карта системы безопасности Юниона. Ага, вот она как-то. Только бы и непонятно, что вводить на самом деле. Хм. Ну, любопытно. А, Б, Ц, Д, Е. У него 3, 4, 5. Эрор. Ну, я, честно говоря, понятия не имею. 2, 9. 5, 8. Так, стоп. Давайте посмотрим, тогда, может быть, документы. Документы. Так, буклет, пожалуй, Тюнион. Журнал коммуникатора запчасти. Отчет на зачистку. Это все не то. Обрывки воспоминаний. Обучение. Слайды. Тоже не то. Инвентарь болты, компоненты. Ну, вот, наверное, карта системы безопасности Юниона. Ну, я никак не посмотреть. Блин. Ну, тогда, честно говоря, я даже не знаю, что с ней делать. Ладно. В таком случае, наверное, плевать. Так. А, Б, Ц, Д, Е. 1, 2, 3, 4, 5. Даже не знаю. Какие-то ряды цифр непонятные. Что к чему? 29, 25, 95, 90, 42. Давайте попробуем подумать, как это может быть, пара минут, и может быть, что-то у нас получится. Может быть, как-то нужно искать цифры, которые не повторяются. Хотя, вроде как, они и так. Насколько я вижу, все не повторяются. Поэтому, не совсем понятно. Может, какая-то подсказка где-то существует, хрен его поймет. Давайте попробуем, например, не знаю, 29, 93. Нет. Это может быть бесконечно, поэтому в топку. Просто в топку. Ладно. Валим отсюда. Возможно, когда-нибудь мы вернемся сюда и сможем этот шифр разгадать. А пока что... Пока что, ну его нахрен. Ну, а за разрывные болты спасибо. И самое, что интересно, что теперь могу их крафтить сам. Вот это у нас имя очень хорошо. Это прям реально здорово, я бы рассказал. Так, подожди, а как отсюда выйти-то? Теперь я что-то не очень понимаю. Ага, все. Теперь отсюда уже не выйдешь. Я понял. Только оттуда. Ладно. Ничего страшного. Тут вы хоть вполне мне тоже подходит. В целом. Крысы, конечно, какие-то бешеные прям в этой игре. Бегают, под ноги бросаются. Вообще ничего не боятся. Где вы подсказку найти какую-нибудь? Может, на этом столе что-то где-то тут, на этой доске? Ну, ведь нет. Блин. Еще раз болт этот разрывной интересный. По ходу дела, да. Да, отлично. Странно в игре работает система сейвов. Вроде как я болт брал, да. Потом, наверное, хумер после этого. И в итоге, после загрузки болта у меня нет. Да ладно, не важно. Компания меччего сыновья. Ну что ж, давайте идем тогда на выход отсюда. Больше нам тут делать нечего, по сути. И теперь, в принципе, разрывным болтом можно было попробовать, наверное, выстроить вот этот грузовик. Не знаю, может быть, конечно, это будет моей погибелью, а может быть и нет. Охренеть. Да, патроны кончились. Ах ты, сука, нифига себе, топоры кидает. Смотри, какая падла. А, я не попадаю. Очень мало хп. Ну да, так я и думал. Так, откуда будет сейв, интересно? Где мы начнем? Только не говорим, что опять вот там меччилы сыновья внутри. Хотя, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, именно там. О, отлично, здесь. По крайней мере, в этот раз был сейв. Теперь осталось только просто выйти. То есть, то все уже будет защищено наверху. По идее. Ведь так? Да, так. Так, хорошо. Тогда, может быть, что там? Как-то, может быть, какую-то растяжку поставить? Я даже не знаю, попробовать. Потому что, ну, это реально, наверное, как-то очень больно. Давайте посмотрим. Нет, так она никак не ставится. Какую-нибудь бы, типа, ловушки бы. Вот видите, тут можно, например, поставить. Вот она отрисуется, что она выставится здесь. А здесь нет. Ай, твою мать. О! Смотри-ка. Ну, теперь как мы откроем? Теперь нам будет просто не открыть. Нет, давайте лучше болт заберем. Греха подальше. Можем обработать, наверное, так вот сделаем. Сейчас попробуем. Поставим сюда болт. Да твою мать. Еще разочек. Так. Сменим на разрывные болты. Открываем, отбегаем и стреляем, пока они там все встанут. Ну, вот так-то лучше, по-моему. Боже мой, что это? До свидания. И до свидания. Жесть. Фу. Ну, вот это было неплохо. Да, на поле с преимуществами, на самом деле, этих болтов, что они крепятся и на стены, и куда угодно, и на пол. Я про это просто, честно говоря, периодически забываю. Но... Но... Все-таки у нас получилось. Ух, даже парочка топоров выпала, получается. Я как тебя, бедную, загрузил это, а? Так, порох, порох. Патроны для дробовика и аптечка. Что у нас с пахилком вообще, как дела обстоят? Можно, наверное, похериться, я думаю, что взять аптечку еще одну. Давайте, ну, вот так и поступим. Отлично. Ну, что же, в целом это было довольно эпично, и в целом это было довольно неплохо. Пришел, что называется, увидел-победил. Пусть и не с первого раза. Так, ну что, теперь у нас есть два варианта, куда идти дальше. Давайте посмотрим. Либо добраться до ритали для снайперской винтовки из-за одного убежища, либо же попробовать пойти к необычному сигналу в туристическом центре. Я бы, наверное, все-таки вернулся к туристическому центру. Потому что там у нас уже главный основной квест. Но я пока не очень хочу по нему двигаться. Но еще я бы слил вот этот гараж, потому что уж больно он стоит прямо и манит меня к себе. Судя по звуку, внутри будет весело. Ну, в таком случае давайте подготовимся. Так, взять, открыть. Взять. Блин, как-то теперь надо навести. Ладно, плевать. Просто влетим туда, как дикий, с дробовиком и разберемся. Ну, а здесь никого и нету. Это снаружи орут. Ну, и замечательно в таком случае. Металлическая труба. Смотри, тут куча всего прям. Реально до хрена всего и больше. Тут тебе и гвозди, и все, что пожелаешь. Да, вот это я удачно зашел. А, ну тут у верстака есть. Ну что же, вообще прекрасно. В таком случае давайте покрафтим. Улучшение руль. Что у нас там по деталям? 120 деталей у нас есть. Давайте смотреть тогда. Почему у нас стоит следующая огневая мощь? Как раз таки 120. По-моему, то, что нужно. Правда, подожди. Может быть, все-таки посмотреть. Здесь 200. 200, потом 400. Так, может быть, здесь тогда дальность введения прекращать. Точнее, скорость введения. Потому что тоже очень полезный навык. Либо как-то, может быть, поэтому. Гарпунные болты. Давайте увеличим урон гарпунных болтов, наверное, пожалуй. Вот так и взрывные нам не хватит. Так, и электроболты. Блин, тоже не хватает. Ладно, откроем это. Тоже полезная штука. И давайте тогда вот так, наверное, сделаем. На этот раз покачаем немножко арбалет. Далее, создание предметов. По траве у нас все печально. У нас их только две. Нам не хватает. Можем сделать взрывные болты. Я предпочел бы, наверное, сделать сразу три штуки. Гарпунные болты. Парочка. Электроболты. Тоже парочка. Отлично. Далее, что у нас по пороху? По пороху все очень печально. Пистолетный, либо же дробовика. Давайте пистолетный, который накрафтим. Девять патронов. Ну, как-то вот так. Перезарядим и будем во все оружие. Погнали. Ну, я пошел вон нахрен. У него трогать, блин, себе дороже. Что-то дофига ящиков, на самом деле. А ящики, это очень хорошо. Тут тоже, смотри, что сверкает. Но я пока не всем понимаю. Ага, понимаю, как туда попасть. Все понятно. Патроны для дробовика. Великолепно. Детали оружия хорошо. Порох тоже очень неплохо. Да твою мать, а. До свидания. А, нахрен. Валим, валим, валим. Отлично. Еще желающие? Вроде бы все. Да, патроны поистоятели все, но ничего страшного. А то эпично постражались. Вон еще ящики. Пойдем посмотрим, что в них. Давай, добивай его, Себастьян. Красава. Да что ж, чем больше серий в этой игре провожу, тем, собственно, удачнее мне становится с ними бороться с этими зомбами. Лучше получается. То есть, рукопашка работает как надо, и все хорошо. Видимо, просто мне не хватало изначально опыта. О, кстати, топорик нашел. Нифига себе. Вот это вот прям победа. У меня, правда, был еще один вот там. Ну, да ничего страшного. Пусть пока останется. Уколо той машины имею. Да помните, где-то такая зомби была. Так, неплохо. Очень даже неплохо. Ну что, по идее, все. Возвращаемся, наверное, в убирающего Нила. Прокачиваемся. И потом идем туда в туристический центр Юнина. Посмотрим, что у нас там из интересного. Блин, какая же долгая третья глава, да? По сути, мы здесь реально в этом Open World, таком небольшом, да, локальном, исследовали каждый уголок практически. Глава все еще не кончилась. Мы все еще не занялись основной сюжетной линией. Мы все еще идем по сайт-крыстам. Ну, реально круто. Мне реально нравится. Мы с вами прокачиваем нашего персонажа. Мы, правда, тратим дофига ресурсов, но мы их дофига и находим. Поэтому, по большому счету, наверное, невелика потеря. Все-таки мы, скорее, больше приобретаем, нежели теряем. Так, ну и давайте, наверное, сначала в убирающий, потом уже в туристический центр. Как я и сказал ранее. Ну и, в принципе, убирающий, наверное, серию закончим, потому что нам уже пора. Но сначала, конечно же, прокачаемся. Так, пойдем к зеркалу. Надо будет, наверное, в следующей серии Канилову заглянуть. Вдруг он что-нибудь новое нам расскажет. Мы у него тысячу лет не были. Реально любопытно сходить, посмотреть. Так, сколько у нас там? 40 всего есть деталек. Я боюсь, что нам это ни на что не хватит абсолютно. Но, тем не менее, давайте посмотрим. 120, 200. Так, может быть, что-то здесь где-то. Ну вот, можно перезарядку дробовика. Либо. Ну, либо я даже не знаю. Наверное, да, наверное, перезарядку дробовика получается. Не самое, конечно, лучшее улучшение, но за неимением ничего другого, в принципе, пойдет. Далее, что у нас по пороху? У пороха очень мало, поэтому, наверное, крафтим патроны именно пистолетные. Чтобы хотя бы парочку. Хоть как-то. Ну и погнали прокачиваться. 12 тысяч у нас вроде как зеленого геря. Даже 13 получается. Очень неплохо. И еще пара ключей у нас есть, которые мы тоже с вами обязательно используем. Понеслась. Я тоже очень рад, родная. Давай начнем, пожалуй. Прошу прощения, Танюша, заканчиваю. Сейчас только я быстренько здесь. Пооткрываю. А так, два ящика. Ну что же. Давайте нижний ряд какой-нибудь. Вот этот. О, шикарно. 3000 мозгов. Прямо то, что нужно. Ну и давай, наверное, теперь верхний. Вот этот. Патроны для дробовика. Пять штук. Ну, в целом неплохо. Так, понеслась. Так, теперь давайте подумаем. Восстановление. Тут, в принципе, можно, наверное, лечение 2 сделать. Восстановить больше здоровья при применении медицинских средств. Потому что, ну, это реально очень полезный навык. Здоровое становится быстрее от состояния близкого к смерти. Это, наверное, нет. Ну, давай, наверное, да, вот это прокачаем. За 4000. Далее требуется красный гель. Позвольте автоматически используя шприц при получении критического урона. Они действуют при получении критического урона в статье определенных атак. Любопытно, но, наверное, нет пока. Скрытность. Что у нас здесь есть? Незаметность. Приходьбе вы будете меньше шуметь, и врагам будет сложнее вас обнаружить. Это, в принципе, полезная тема. Так, ладно. Бой. Что у нас здесь? Из твердой рука 2. Дополнительно уменьшает дрожание прицела при стрельбе. Ну, может, и полезно, конечно. Ну, не знаю. Атаки ближнего боя, в том числе удары ножом и топором, наносят больше урона. Вот это полезная штука. Вот это надо прокачивать. Но на летом нужно нам использовать красный гель. У нас он всего один. Наверное, что мы еще найдем. Поэтому, в случае чего-чего, наверное, это и сделаем. Ну, поначалу посмотрим, что у нас здесь. Живучесть 2 увеличит максимальный покатит шкалы здоровья. Вот это тоже полезно. Три штуки. Вкачиваем. Что я открыл? Регенерация 1. Увеличит общее количество здоровья, восстановленного расстояния близкого к смерти. На 10%. Маловато будет. А стоит 4 тысячи. Далее. Стойкость. Если вражеская атака наносит урон, который мог вас убить, вы этого стискиваете зубы и выживаете. С очень небольшим запасом здоровья. Круто. Это реально круто. Либо же Живучесть 3. Увеличит максимальный покатит шкалы здоровья. Еще больше. Но пока, наверное, нет. Так. Атлетизм. Что у нас здесь? Издает шанс автоматически уклониться от атаки, которая привела бы к урону. Они действуют против определенных атак. Шанс, правда, небольшой. 12%. Но в целом прикольно. Сквозь восстановление силы, либо же покатитель выносливости. Давай, наверное, бой вкачаем все-таки. Я думаю, что... Открываем. Это улучшение. Так. Пинок. Позволяет отрасывать от себя оглушенных врагов. Не действует на определенных врагов. Либо же вот это вот. Дрочун 2. Давайте дрочун 2, естественно. Ну и на пинок там уже не хватает. Ладно. Три штуки у нас с вами осталось. Три штуки. Четыре штуки. Семь пятьсот. Четыре штуки. Три штуки. Здоровое становится быстрее. Давайте на раскрытность прокачаем лучше. Незаметность. При ходьбе вы будете меньше шметь, врагам будет сложнее вас обнаружить. Ну и вкачаем. Так. Позволяет проверить скрытную убийство из-за угла засады. Это тоже прикольная тема. Она обязательно будет вкачать. Далее. Что здесь еще есть? Незаметность 2. Понятно. Так. Здесь у нас удар бутылкой. Бутылки из винтаря вы будете автоматически поменять для того, чтобы вырваться из захвата некоторых врагов. Вот это очень крутая тема. Нужно вкачивать. Короче, нужно вкачивать. Получается вот это. Нужно пять штук. И вот это. Еще три. Восемь штук надо. Так. Ну и в принципе все. Больше на меня что не хватит. Правильно я понимаю? Да. Абсолютно верно. Ну что же. Неплохо прокачались. Я считаю. Вполне себе неплохо. Ну а на этом, господа, пожалуй, будем потихонечку заканчивать. Спасибо вам большое за просмотр. Искренне надеюсь, что вам понравилось. Оставайтесь на канале. Подписывайтесь на него, кто до сих пор этого не сделал. Ставьте большие пальчики вверх. И не забывайте про комментарии. Ну а для вас, как я локоментировал Валдай. Это была игра The Aloy's N2 на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok